Тельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на май месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И, конечно, мои дорогие, возьмем в конце карта совета, может какие-то предупреждения, может какие-то советы для вас, как вам нужно себя вести на протяжении всего месяца. И первая карта для вас, мои дорогие тельцы, карта волшебника. Карта волшебника, хочу сказать, вот я смотрю конец колоды, хочу сказать, для тех тельцов, которые понимают, здесь могут быть какие-то магические воздействия. Вот уже в начале месяца как-то эта магия на вас уже есть. Вот для тех, которые не касаются магии, хочу такое сказать. Вы уже мастера, вы люди, которые уже знаете, чего вы хотите. И вы уже знаете, какие действия дальше делать. Уже в начале месяца показывает, что все четыре стихии в ваших руках. Самое главное, делать какие-то движения уже вперед. Вот то, чтобы вы это решили. Давайте посмотрим следующая карта, что касается, мои дорогие тельцов, для вас. А карта, вот показы семерка мечей. Семерка мечей показывает, что возле вас очень много энергетические вампиры. Есть люди, которые крадут вашу энергию. Вы можете себя чувствовать неважно. Даже в начале месяца мая вы можете себя чувствовать без силы. Это может, те, которые меня услышат, это не просто так, могут быть как магическое воздействие. Из-за этого у вас и уходит силы и энергии. Но я хочу, можно сказать, что здесь, если касается то, что давай не будем магию, то всё-таки в начале месяца вы должны принять какое-то решение, убрать, отказаться от каких-то людей, которые вы сами допускаете близко к себе. Вы сами можете рассказывать свои какие-то цели, что вы хотите. Если это сказать про женщину, то постарайтесь не рассказывать, что происходит в ваших отношениях по поводу ваших мужчин. Что мужчина может быть манипулятор, может вам что-то не нравится, как он себя ведёт. Всё-таки не стоит это в начале месяца, вот в мае, никому не рассказывать. Давайте посмотрим следующие карты. Это карта семерка жезл. А семерка жезл показывает, что уходят какие-то проблемы, какие-то трудности, преодолевание ваших преград. Вы всё-таки, даже если те люди, которые боролись, понимали, что что-то происходит, не вообще, что касается вашей жизни, не должно это быть, то у вас это преодолевается уже в начале месяца, мая. От вас вот это как бы уходит. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, мои дорогие тельцы. И это карта умеренность. Карта умеренность показывает, контролируйте ваше внутреннее состояние даже вот на середине месяца, потому что карта мага, да, может быть, что есть магическое воздействие, и всё-таки вам нужно для того, чтобы вы прошли эти трудности, преграда, да, может почиститься, да, принять это решение, да, подумать об этом, да, понимать, что вокруг себя происходит, да, для некоторых, может, как подсказки, может, сны, да, обращайтесь вот именно в мае месяце на то, что происходит с вами. Давайте посмотрим следующая карта, да, на середине, на середине месяца для вас и карта шестёрка мечей. Шестёрка мечей показывает, да, мои дорогие, что вы уходите от каких-то берегов, да, вы приплываете к другим новым берегам, но всё-таки от ваших действий, да, как вы себя будете дальше, ну, вести, да, вы что будете придумать новое в вашей жизни, то, что вы показываете, что уходите от этих ситуаций, преодолеваете даже уже вначале, это есть, да. Посмотрим следующая карта, да, на середине месяца для вас, мои дорогие тельцов, это десятка кубков. Десятка кубков вы очень мечтаете, да, знаете, быть счастливы, да. Вот всегда говорится, после дождя выходит радуга, так и в вашей жизни, да, после каких-то трудностей, да, после каких-то тучек, да, у вас выходит всё-таки солнышко, да. Вот именно вот эта радуга на середине месяца, она у вас это, да, она как бы вас оберегает, да, вот это как бы даёт вам возможности видеть, что, смотрите, да, у вас были трудности, да, у вас что-то не получалось, но вы уже можете быть счастливы, да, уже как бы в середине уже мая месяца. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Карта конец месяца, да, вот все карты подтверждают, что для некоторых, которые понимают, что есть магическое воздействие, вам требуется чистка, да, исцеление, да, для некоторых, да, те, которые, давай не будем касаться всё-таки маги, будем касаться, других это, вам всё-таки стоит брать вот в конце месяца, после этих усталых струн, на какой-то отдых, да, может куда-то поехать, отдохнуть, может для некоторых есть проблемы со здоровьем, да, обращаться к врачу, может спина, да, обращайте внимание. Те, которые, вот, да, если касаются отношений, то я хочу сказать, что пока вот в мае месяце, да, у вас как бы даже в конце мая месяца показывает, что да, вы можете быть счастливы, у нас, у вас начинается, да, что-то новое, но у вас требуется вот именно в конце мая, да, как чтобы вы отдохнули, да, чтобы вы набрали себе силы, да, может где-то порадовать себя, может какой-то подарок себе это купить, да, даже может кто-то поехать куда-то, да, какой-то массаж, да, себе вот как бы, ну, порадовать себе, такое тоже возможно. Давайте посмотрим следующая карта в конец месяца, для вас, мои дорогие, тройка Пентакли. Тройка Пентакли говорит о том, что это в конец месяца. Майя – это ваш тот период, когда вы можете повышать свои квалификации, повышать своих знаний, даже самого себя, да, как личность. Это тот период, когда вы можете спокойно начинать что-то новое, да, вам высшие силы даёт возможность начать, самое главное, не бояться, да, преодолевать ваши страхи и начать чего-то нового, потому что конец мая месяца – это ваш месяц, да, когда вы можете спокойно это делать. Давайте возьмём карта совета, и что вам высшие силы советуют, для вас, мои дорогие, что высшие силы советуют вам? Карта дьявола, не искушаться, да, обращайте внимание, вот май месяц для вас такой искушительный месяц, да, те, которые одиноки, очень сильно тоже желают отношений, тоже смотрите, какой человек возле вас, да, и те, которые касаются магии, обязательно в май месяц обращайте на это внимание, да, потому что дьявол выходит, и для вас это как предупреждение, да, для того, чтобы вы обращали внимание. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране, и для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. чтобы не пропускать, чтобы не пропускать. Продолжение следует...